Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава первой макарейской книги для библейского портала экзегет Читаю по переводу под редакцией Брагинской Новый перевод, очень интересный и прекрасно изданный Очень серьезная научная работа Итак, в первой главе речь идет о глобализаторском проекте Антиоха и Епифана, ну в общем всех эллинистических правителей Но Антиоха отличался при этом особой жестокостью Когда они не просто получили политическую власть на множественном областе Эти эллинистические правители, преемники Александра Македонского Постарались выровнять их к культурным, религиозным отношениям Чтобы всюду был эллинизм, как это мы сегодня называем И в частности при Антиохе и Епифане с особой жестокостью Они обрушиваются на последователей иудаизма И казнят людей за то, что они обрезают своих детей вместе с детьми И находят книгу закона и убивают за то, что книга завета была в доме у человека И так далее И это длится месяц за месяц Но понятно, что терпеть бесконечно невозможно Пока людей просто грабят, притесняют, даже убивают Они еще могут терпеть А когда им начинают запрещать верить в Бога И убивают не ради грабежа, не по пьяной удали А убивают за эту веру В какой-то момент народ поднимается Вон одним от Тати сына Иоанна, сына Симеона Священник из сынов Иорива Важно, что он священник То есть из тех, кто должен приносить эти жертвы Оставил Иерусалим и поселился в Мадеине Ну, понятно, в Иерусалиме там идет уже полная вакханалия языческая Может быть, удастся отсидеться в каком-то маленьком-маленьком городке Мадеине Ну, деревенька такая где-то, да Мы даже толком не знаем, что там было в этом Мадеине Это где-то на границе Иудеи и Самарии, да И было у него пятеро сыновей Иоанн по прозвищу Гаддиси Монн по прозвищу Фаси Иуда по прозвищу Макковей Вот откуда пойдет название Первое, Второе, Третье и Четвертое Которое нет в Библии Макковейской книги Маккаби – это молот буквально Почему его так назвали, не объясняется, но имя очень ему подходит Илиазар по прозвищу Аваран и Ионат по прозвищу Апфус То есть у них есть имена, а есть еще такие домашние клички Увидел он богохульство, творящееся в Иудее в Иерусалиме и сказал Горе мне, зачем я родился на свет, чтобы видеть, как гибнет народ мой Погибает столица святая И сидеть здесь, когда отдают ее в руки врагов Святилища в руки чужие Ее храм как супруг опозоренный В плен угнали сосуды славы ее Убивали младенцев на стогнах ее Ее юношей вражьим клинком Вот эта книга, она все время вставляет такие поэтические плачи То есть мы не только видим описание внешних событий Или какие-то религиозные предписания Но мы видим очень много человеческого чувства Есть чужак, что в хором ее не вселился И кому не досталась она на поток и грабеж Такая вот еврейская манера риторических вопросов даже в плаче Все убранство ее растащили И свободной стала рабыней И вот наши святыни, и наша краса, наша слава Все пришло в запустение И язычники все осквернили Для чего же нам жить теперь дальше? Все очень плохо, да? И что с этим делать дальше? Матати и сыновья его разодрали на себе одежду Надели лосиницы и подняли громкий плач Обратим внимание, что никакого восстания еще нет Они прячутся, они плачут Они стараются как-то пересидеть Тут пришли в город Мадеина царя Принуждают к отступничеству, чтобы принести жертву языческим богам Напомню, мы уже об этом говорили Что, в общем, им все равно, во что там иудеи верят между собой Но должны быть соблюдены государственные обряды Надо поучаствовать в этих жертвоприношениях Продемонстрировать свою верность царской власти Многие из народа Израиля присоединились к ним Привели им Мататию с сыновьями Посланцы царя обратились к Мататии И сказали ему такие слова Ты в городе человек влиятельный и почтенный Опорой тебя служат сыновья и сородичи Так выйди же первым и исполни указ царя Как исполнили его все язычники Все мужи иуды и те, кто остался в Иерусалиме Тогда ты со своими сыновьями Будешь в числе друзей царя И тебя и сыновей твоих пожаловать серебром Золотом, множеством подарков То есть начинается всегда с ласки, с уговоров И вот перед нами Наверное, такая первая В библейском повествовании История уговоров отступиться от веры В ответ сказал Матати громким голосом Пусть все язычники в доме царства царя Послушны ему и всяко от богопочитания Отцов своих отступился, исполняя его повеление Я, мои сыновья и сородичи Будем и дальше поступать по завету наших отцов Избави нас, Боже Оставить законы предписания Слов царя мы не послушаем И не уклонимся от нашего богопочитания Ни вправо, ни влево Вот граница между фанатиком И твердым верой человеком Фанатик навязывает другим А Матати никому ничего не навязывает Он говорит Вы все подчинились Вы все принесли жертву Ваше дело Я не буду Ну и мои сыновья Он за них отвечает Тоже не будут Едва он умолк Как некий иудей Подошел, чтобы у всех на глазах Принести жертву на жертвенники В Мадеины по приказу царя Естественно, это языческая жертва Языческим богам И тот понял, что вот с Матати не вышло Я, я, я буду первым Тут говорят Друзья царя наградят Я вот хочу быть другом царя в этом городе Всегда такие люди находятся Увидел это Матати Воспылал ревностью Почки его задрожали Вот этот прямо образ Такой очень чувственный Он дал выход праведному гневу Подбежал и заколол этого человека на алтаре Смотрите Матати не восстает Пока вот Прямо его в состоянии аффекта Не заставляет это вот Неожиданная вспышка язычества Подействовать, может быть, неразумно Вот его бы, может быть, дожали бы Ну, он не принес бы жертву Но спрятался бы где-то там В норе сидел Но вот когда уже прям совсем на глазах Творятся безобразия Вот у него такой спонтанный жест А следом он убил посланца царя Принуждавшего принести жертву Алтарь разрушил Он взревновал о законе И сделал, что Финеес сделал Замбри сыном Солома Ну, это история времен исхода Да Когда там, соответственно, это Все у нас описано в книге чисел 25 глава Финеес, он заколол Нарушителя закона Вот Мататия Убивает не только своего соотечественника Но и посланца царя Это уже мятеж Пути назад нет Вот смотрите, это первая Маковейская книга Рассказывает, что иудеи терпели Пока они вот Ну, уже вот так не подкатило Да А вот тут начинается Когда уже просто Вот нету никаких сил Остается только восстать И громким голосом Выкрикивал Мататия По городу такие слова Вся, кто ревнует о законе Отстаивает завет Пусть выходит следом за мной И вместе со своими сыновьями Он бежал в горы Бросив в городе Все свое добро Ну, понятно, что За убийство царского вестника Ему не поздоровится Придут войска Что он сделает один Но, смотрите Там, где возникает идея Возникают последователи В то время многие Взыскуя правду и суда Ушли в пустыню Чтобы поселиться там Уже вот просто Отделиться от общества Бежали с пустыми руками Там в безводных местах Перебивались Чтобы поселиться там Самим со своими детьми Женами и стадами Потому что гнет Сделался непереносим Ну, со стадами Да, все-таки надо что-то есть Не совсем с пустыми руками А людям, царя и войскам Стоявшим в городе Давида В Иерусалиме Напомню, в первой главе Это было описано Что там построена крепость Гарнизон Где собирают дань Где стоят эти самые войска Сообщили, что какие-то люди Презрели царский указ И ушли в тайные места В пустыне Войска устремились следом Догнали Разбили рядом с ними стан Это еще не мотать Это другие То есть много таких Кто бежит в пустыню А в субботний день Выстрелились в боевом порядке И сказали они Выйдите сюда Сделайте по слову царя И будете живы Но тебе сказали Не выйдем И не исполним царского приказа Осквернить субботу Суббота Священный день покоя То, что отделяет израильтян От окрестных народов Примерно как обрезание Но обрезание сделали Младенцу Пока он еще ничего не осознавал А суббота Это сознательный выбор Это тоже вроде обрезание Человек отсекает Некую часть своего времени И не себе его оставляет Для дел, развлечений, отдыха Чего-то еще А дает ее Богу Для общения с Богом Для молитвы И вот смотрите Для них Осквернение субботы Это вещь настолько же страшная Как языческое жертвоприношение Казалось бы Можно было выйти Ну по крайней мере Допустим Там жертв не приносить Но хоть как-то Переговорить Попытаться убедить их Не трогайте нас Мы лояльные подданные Но они понимают Что уже все Рубеж перейден Тогда враги бросились на них А те не отвечали Им даже камнем В них не бросили И не стали заваливать Доступы в убежище Потому что суббота То есть они не сопротивляются В субботу И говорили они Пусть мы все умрем Непорочными Свидетелем нам небо и земля Вы расправляетесь с нами Бессудно Но войска напали на них В субботу И они погибли С женами, детьми и стадами Душ человеческих Около тысячи То есть смотрите Получается Что совсем выхода нет Вот Исполнить заповедь О соблюдении субботы Значит дать Вот этим самым Войскам царя Возможность беспрепятственная Убить Вот только надо им дождаться Следующей субботы Узнав об этом Мататия с близкими Горько их оплакивали И говорили друг другу Если все мы будем так Как наши братья И не станем воевать С язычниками за нашу жизнь За наше установление Они скоро сотрут нас С лица земли В тот день Они держали совет И приговорили так Если кто пойдет На нас войной В субботу Станем биться против него И не погибнем все Как погибли наши братья В своих укрытиях Кстати В последующем иудаизме Есть принцип Нарушения субботы Ради спасения Человеческой жизни То есть Если от соблюдения Субботы Зависит погибнет Человек или выживет Ну например Скорая помощь Субботу работает И кстати В Евангелии потом Христос будет Именно на это ссылаться Когда будет говорить Что надо делать В субботний день Исцелять или губить Вот уже Маковеи пришли к выводу Что там где Грозит гибель Правила субботы Отменяются А человеческая жизнь Важнее Суббота для человека Тогда к ним Собралось собрание Осидеев Сильное войско Израиля Каждый был Добровольцем Закона Кто такие Осидеи Ну Трудно сказать Кто это Вообще похоже По названию На слово Хасиды Скорее всего Именно это самое Слово стояло В греческом В еврейском Простите Не оригинале У книг маковейских Нет Еврейского оригинала Не по гречески Написано Но в еврейском разговоре Или арамейском разговоре Это какие-то Праведники Благочестивые По-видимому Здесь Люди Которые Стремятся Исполнить закон Но Вряд ли Тех Хасиды Которых Мы знаем Из современной истории Они конечно Гораздо Более позднего времени Хотя Слово тоже И все Кто бежал от бедствия Присоединились к ним И становились для них Подкреплением Они собрали войско И в гневе своем Разгромили грешников В ярости своей Отступников А оставшиеся в живых Бежали спасаться к язычникам То есть смотрите Вот когда уже дошло До крайности Когда они уже Опасаются за свою жизнь Даже в пустыне Они Начинают Нападать На тех Израильтян Пока еще не на Войска язычников А на тех Израильтян Которые отступили от закона В общем-то Гражданская война Амантати Со своими ближними Обошли кругом Страну Разрушая алтари И свою власть Обрезали необрезанных детей Которых нашли В границах Израиля А сынов спейся Прогнали И все само ушло им в руки Они вырвали закон Из рук язычников И царей И не отдали Рога грешнику Рог это здесь Конечно символ Силы, славы И могущества Вот Партизанское движение Пока что Только там Где-то по деревням По окраинам Подошел день смерти Матати И сказал он Своим сыновьям Ныне упрочились Спеся поругания Пришла пора бедствия И гнева яростного Ныне дети Возревнуйте о законе И отдайте жизни своей За завет наших отцов Помните о тех делах Что отцы совершили В своих поколениях Истяжайте великую славу И увековечьте свое имя Смотрите Он здесь Дает такое завещание Ну Прямо как Ветхозаветные Праутсы Когда они Перед смертью Благословляли своих детей Пророчествовали Об их будущем Разве не испытанием Доказана верность Авраама Разве не Вменилась она ему В праведность Потом Павел Будет об этом Очень много писать Что Аврааму Вера вменилась в праведность Но вера какая Не абстрактная Интеллектуальная вера А то что он пошел Куда Бог его позвал Так и вы Идите Говорит он Иосиф Пору бедствий своих Соблюдал заповедь И стал владыкой Египта Финеес Отец Наш Древной ревностью Обрел завет Вечного священства Вот тот самый Финеес Который Убил Отступника От закона Вот они То же самое делают Иисус Исполнив повеление Стал судьей в Израиле Имеет ввиду Иисус Новин Который Ввел в обетованную землю Халев За свидетельство Перед собранием народа Получил в удел землю Идет речь О Одном из разведчиков Который Вместе с Иисусом Новином Кстати ходил И смотрел Обетованную землю И донес Справедливую весть О ней Давид Замилос Свою Наследовал престол Царства навеки Илья Ревную ревность О законе Был взят на небо Пророк Илья Ананья Азарь И Месаил Верую Спаслись от пламени В книге Даниила Описаны эти три отрока Даниил за свою непорочность Был избавлен от пасты Львов И потому знаете Из рода в род Кто уповает на него Не дрогнет Во многом В послании К евреям Будет очень похожий Перечень Более полный Конечно Мужей веры И примеры того Как они Побеждали своей верой Вопреки всем расчетам И законам Земным А слов грешника Не страшитесь Его слава Станет навозом И червями Сегодня он превозносится А завтра Его и не отыщешь Он возвратится В персть Расчеты его Пойдут прахом Детям Ужайтесь И будьте Тверды в законе Ибо в нем Вы прославитесь Вот Симеон Брат ваш Я знаю Что он муж совета Ну то есть Разумный человек Который Подает правильные советы Слушайтесь его Всегда Он будет вам отцом А Иуда Маковей Смолоду сильный воитель Будет вам военачальником И поведет войну с язычниками Вот он Среди своих сыновей Выбирает Так сказать Мозговой центр И военачальника А вы соберите у себя Всех кто творит закон И местью отомстите За свой народ Вас дайте Воздаянием язычникам И внимайте По велению закона Затем он благословил их И приложился к своим отцам Умер он в 146 году Соответственно Эра Македонского Был похоронен В отеческой гробнице В Мадеине И весь Израиль Горько его оплакивал На 167 год И соответственно До нашей эры Ну Как будет дальше идти война Мы прочитаем В следующей третьей главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok